Я еще ударил ее, и так, пока она не перестала орать. Но тогда я понял, что отворил. Я запаниковал, она едва дышала. Так что я запущу ее залезть. Да, он спросил. Нужно же было, чтобы все выглядело, как нечастный случай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я приехал в Прагу исключительно в связи с проектом, который с недавних пор отнимает все мое время. Вы имеете в виду Панхею? Совместный международный проект, направленный на изделение мира. Экосфера Земли... Самый эффективный способ изменить температуру океанских воздух... Простите, мистер Деро, но многие считают, что ваше артическое... Забудь, чувак, ты не в моем вкусе. Я к тебе по другому вопросу, Ван Брюген. Я тут кое-каких твоих друзей в Детройте встретил. В Детройте? Все понял. Ты от Шарифа, да? Ты там был, когда мне пришлось сваливать. То есть ты признаешь, что управлял кротом? Я хакер, чувак. Просто хакер. Самая моя дурная затея — лезть туда. Сам видишь. Мельник, это были мои люди. Если ты хочешь остаться цел, расскажи мне все, что мне нужно знать. Спокойный, приятель. Я ничем не обязан этой лживой стерве, которая меня наняла. Особенно после того, как она повесила мне на хвост своих удальцов. Тебе нужна Джао Юньжу, директор Тай Юн Медикал. Тай Юн Медикал? Это же крупнейший конкурент Шарифа. А как ты думаешь, как они достигли своего уровня? Джао не любит конкурентов, понимаешь? В ход идут хакерские атаки, шантаж и вымогательство. Все, что угодно, лишь бы вывести врага из равновесия. Ты не обижайся, но Шариф всего лишь последний в длинном списке. А доказательства у тебя есть? В башне Тай Юн есть записи камер наблюдения. Я их там спрятал на сервере на тот случай, если мне нужно будет подстраховаться. Не лучше укрытия, принимая во внимание, что ты там уже не работаешь. Я не успел их перепрятать, началось веселье. А теперь заниматься этим придется тебе. Ты, конечно, не можешь просто так вломиться туда. Нужна биометрическая карточка сотрудника, чтобы тебя пустили на их шат. Дай угадаю. Сейчас ты мне расскажешь, где ее добыть. Я же ко всему готов. Есть один охранник, обник редкостный. Найдешь его в отеле Хунхуа. Последний этаж, угловая комната. Пока он там занят, так сказать, ты туда проберешься, сцапаешь карту и вернешься. Принесешь мне, а я уже перекодирую карточку под твои данные. Я там был, когда ты отрубил крота, Ван Брюген. Думаешь, я стану тебе доверять? Если хочешь получить те материалы, придется. Теперь топай. И не отвлекайся на ерунду. Не будем терять время. Но, возможно, мне придется взять свои слова назад. Миллионер Кью Бэроу связался со мной лично и отрицал. Я приехал в Прагу и включительно... Я собираю подписи за выселение двух женщин со второго этажа западного крыла. Подпишите. Ты покупаешь или продаешь? Я делаю и то, и другое. Вз... Гляни на компьютер и увидишь сам. Я буду здесь. Но многие считают, что ваше оптическое установка стали теория. Похоже, это тихо. Что-как все могутores? В том году. Я высоковая, безутро. Наталья. Интерпетento. Эти иなる. Здравствуйте. Здравствуйте. Я продавал в медицинioèе поддержки. Ирина Террицоваeral. Сепальцова. Продолжение следует... 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 Возвращайся в любое время. Эй, не подскажешь, где здесь можно? Как только установка будет готова. Ты вернулся. Моя вера в человечество реанимирована. К делу. Вот смарт-карта и мой паспорт. Займись ими. Вот. Прошу. Биометрика. Все, как ты просил. Где мне искать эту запись? На сервере систем наблюдения в башне Тюм. Но с этой картой тебя пропустят только на фабрику в Нижнем Городе. А как мне оттуда проникнуть в башню? Тут, должен сказать, потребуется некоторое мастерство. Слушай, самое главное пробраться через Паньгу. Но ты же у нас способный. Я в тебя верю. Так. А когда я поднимусь? Окажешься в башне в Верхнем Городе. Фабр, который тебе нужен, находится в Центре Безопасности. Вот здесь имя учетной записи и пароль. Так. А теперь о моем вознаграждении. Are you medical? Блин, они уже здесь. Я сосредоточился. Так я буду находить пониждотель. Дженсен, ты должен мне помочь. Они меня убьют. Из каких пор достала мои проблемы? Да брось ты! Я же тебе помог! Дай мне, по крайней мере, ствол, чтобы я смог защитить тебя! Прости, Мельник. Сам разбирайся. Ну и хрен с тобой, слышишь? Самый эффективный способ... Прости, Мельник. Столка. Помощь. А когда-то что-то получается. Як же Drake. К 짜иться. Изменить температуру океанки хвост с помощью затравки из жилета и геодермального чакролика. Ясно здесь подъявить. Живым он не уйдет. Как только установка будет готова... Попробуй теперь меня втать. Попробуй теперь меня втать. Вот что он сказал. Попробуй теперь меня втать. Вы имеете в виду банки. Сознайте его. Набрава на полене мира. Докумируйте по поведенной опасности Элиза и человечеству аппарата выдаст. Самый эффективный способ изменить температуру океанки хвост с помощью затравки из железа и геодермального контроля. Брозаи армию! Брозаи армию! Ахрен! Ахрен! Блин, хватит! Блин, хватит! Блин, хватит! Экосферы Земли — серьезная опасность и элиза, и человечество поражает. Самый эффективный способ — изменить температуру океанских вод, с помощью... Тихо плотно прятаться! Не могу уйти! Я знаю, ты здесь! Здесь! Если хотите услышать подорудование, то следите заходите на www.vvv.com. Именно и фирмила Элиза Кассан. Новости. Такое случается редко, друзья. Но, возможно, не придется взять свои слова назад. Миллионер Хью Дэроу связался со мной лично и отрицал свое участие в данной встрече с делегатами ООН по поводу дебата об информации. Вот что он сказал. Я приехал в Прагу исключительно в связи с проектом, который с недавних пор отнимает все мое время. Вы имеете в виду, что совместный международный пророк, направленный на Северный мир. Экосфера Земли — серьезная опасность Элиза. И человечеству пора попытаться все исправить. Самый эффективный способ — изменить температуру океанских вод, с помощью затравки из железа и геодермального контроля. Но многие считают, что ваша арктическая установка скорее теория. Тогда мы сами сможем узнать страху. Как только установка будет готова. Я все слышу. Выходи! Где ты? 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 Где ты… ...вот что он сказал. Я приехал в Прагу исключительно в связи с проектом, который отнимает все мое время. Вы имеете в виду Панхиев? Совместный международный проект, направленный на исцеление мира. Экосфера Земли в серьезной опасности, Элиза. И человечеству пора попытаться все исправить. Самый эффективный способ — изменить температуру океанских вод с помощью затравки биржелета и геодермального контроля. Это тут явно не чисто. Это тут явно не чисто. Вот что он сказал. Я приехал в Прагу исключительно в связи с проектом, который с недавних пор отнимает все мое время. Вы имеете в виду Панхиев? Совместный международный проект, направленный на исцеление мира. Экосфера Земли в серьезной опасности, Элиза. И человечеству пора попытаться все исправить. Самый эффективный способ — изменить температуру океанских вод с помощью затравки биржелета и геодермального контроля. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ты вообще в курсе, что между тобой и верхним уровнем целый город? Да, знаю. Паньгу. Есть идеи, как туда пробраться? Для начала можешь начать подниматься. Продолжение следует... Ты... Помоги! Прошу, нужна помощь! Регулирующую систему замкнула утечка ядовитого газа. Я пытался, но я тут застрял и не смог. Давай без истерик, что нужно сделать? В следующей комнате клапан. Его нужно перекрыть. Посмотрим, что у меня получится. О, слава богу! Пожалуйста, поторопитесь! Пожалуйста, хватит терять время! Пр reignа богу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаТорзк ДимаTorzок Дима Торзок ДимаTorzок 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 Я до тебя наберусь, тварь. Объект ушел. Хватит! Попался! Нет обзора. Метру! Прекрати меня. Иду в атаку. Мы теперь идем дальше. Ожи! Остань оружие! Попался! Тебе здесь не место! Тебе здесь не место! Наталяй! Открыться! Хм... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Причард, я в лифте. Поднимаюсь в Паньгу. Есть какие-то меры безопасности, о которых мне следует знать? Ничего особо серьезного, думаю. Паньгу в основном используют как склад и подсобные помещения. Как поднимешься, ищи второй лифт. Он доставит тебя прямо в башню. Продолжение следует... 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 Так вот, пытаюсь я вытащить эту шоколадку... Так, дергаю посильнее... И тут весь автомат начинает гляниться... Вот, блин... Не могу тебя пропустить... Доступ в лабораторию закрыт, если нет пропуска легенд... Черт, наверное, на столе оставил... Сейчас вернусь... Какая трагическая бессмыслица... Какая трагическая бессмыслица... Продолжение следует... Следует... Кто-то, уходя из бессмыслие... Продолжение следует... Не извиняйся, боец. Ты отлично выполняешь свою работу. Я не понимаю, зачем нам распространять биочип, который мы не разрабатывали? Нужно отработать и укладывать австроки. Знаю, но я не понимаю, зачем нам распространять биочип, который мы не разрабатывали? Задавать вопросы? Пустую тратить время. Я только знаю, что отделу отгрузок чипы нужны в срочном порядке, а мы должны им предоставить. Продолжение следует... Отойдите, сэр. Это вас не касается. Лучше не подходи. Назад. У нас много жалоб на температуру в банке данных. Слишком горячо? Нет, слишком холодно. Я думаю, из какой-то шахты слишком много воздуха поступает. Ладно, я проверю. Ты куда это собрался? Вход в банк данных только для тех, у кого есть доступ. Тебе туда путь заказан. Издеваешься? Зачем же они меня сюда погнали без нужных бумаг с разрешением? Черт, надо было мне в охранники идти. У тебя ведь точно есть доступ, да? Готов спорить, ты можешь попасть в любую комнату в здании. Почти. А если я куда не могу попасть, то всегда могу посмотреть на экранах комнаты охраны. Как вот со следующей комнатой. Скажи, за банком данных следит только одна комната охраны? Нет, внутри еще одна есть. Экранов там не так много, зато оттуда можно лазерами управлять. Еще кондиционер стоит. Здорово. Да, только иногда вентиляция пригоняет холодный воздух, и тогда лазер сбоит. Мигать начинает. Техники давно уже должны были этим заняться. Но тут все так работает, что я не стал бы ждать их в ближайшее время. Я понимаю, о чем ты. Самый медлительный отдел в здании. А у них, значит, есть нужный допуск. Что-то... Стоять! Без круга! Вскрылся! Блин! Тебе конец! Я все вижу! Он уходит! Не вынуждай меня! Убался! Ложись! Ложись! Садись! Ау! Ложись! Продолжение следует... 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 Шариф... Продолжение следует... 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 Охрана отключена. Внимание. Открывай двери ангара. Толпа снизу открылась. Дженсен, пора сваливать обратно. Запрыгивай. Мы не летим, Детроид. Что? Мы летим в Монреаль. По дороге объясню. Да уж постарайся. Продолжение следует. Продолжение следует. Ты знаешь, что делаешь? Это же не какая-то мелкая станция кабельного ТВ. Джао упомянула Элизу при звонке в пик. Получается, что в этом замешана Элиза Касана. Ты не думаешь, что это несколько натянута? Самая знаменитая ведущая новостей и отряд наемных убийц вместе. Спорить по мелочам будем потом. Сейчас выкинь меня на крышу башни. Дальше я сам проберусь. Дженсен, это Причард. Малик говорит, ты хочешь получить координаты Элизы Касан. Если тебя не затруднит. Отнюдь. Я обошел систему защиты и смог вытащить трехмерную модель здания. Ее офис в башне. Номер 404. Уже в пути.